Как мы можем конкурировать с летающим человеком на метле? Вы прочли 18 лет «Войну и мир», и вы перечитали «Войну и мир» в 45 лет или в 70 лет. Это разные «Войны и мир» будет. Но все-таки будущее у нашего российского детского кинематографа есть? Если мы очень серьезно полевеем. Здравствуйте, друзья! Это программа «Левый берег», которую мы записываем в старейшем кинотеатре Самары, кинотеатре художественной. И у нас в гостях заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств, режиссер Наталья Сергеевна Бондарчук. Здравствуйте, Наталья Сергеевна! Здравствуйте! Наталья Сергеевна, вы представляете свой фильм на Международном фестивале кинодетям. Фильм называется «Гори-Гори ясно». Это новое прочтение классической сказки. Нет-нет, я не стремлюсь к новому прочтению. Наоборот, я стремлюсь, так же, как и мой отец, к выявлению мыслей, заложенной автором. Потому что это великая пьеса, написанная сразу после войны Маршаком. И там много смыслов. Вообще, по характеру где-то близко даже, знаете, к... Ну, я очень люблю не только Маршака, но вот я ставила в спектакле «Красная шапочка» или «Снежная королева» – это Евгений Шварц. И вот там немножечко такой всегда аспект, да, два смысла. Вот, и я не представляю, как он сделал сказку, где звучат такие слова. «Нет, наука мне дороже собственной головы», – говорит профессор, – «перед властью». Понимаете? А это сталинское время, да, когда преследовалась наука именно так. Вот, но как-то не заметили. Маршака очень любили и, в общем, не заметили вот этих вот, как говорится, аллюзий в современности. Вот, поэтому для меня было что важно? Это скорее видеоверсия нашего спектакля. Дело в том, что средств на детскую картину у нас не было. Бесполезно обращаться в Министерство культуры по многим причинам. Ну, вот я обратилась к «Столетию папы» на документальный фильм, а к «Столетию Сергея Федоровича Пантурчука» не дали. Не дали. Не дали. Хотя мы ждали, мы все документы приготовили. И тут я поняла, что ждать бессмысленно. Надо снимать. И собралась команда единомышленников, в том числе оператор-постановщик, потрясающая совершенно. В свое время она входила в десятку лучших женщин-операторов Европы. Это Маша Соловьева с ее командой. Причем она не только снимает, она еще и делает цветокоррекцию, очень профессионально, со своей, опять же, группой. И все у меня… Это мой театр. Это мой театр. Приглашенные были только два человека. Это Оксана Сташенко, такой солнечный человек, солнечная актриса, которую я обожаю. Если вы помните сериал «Ко мне Мухтар», да? Ну, все его помнят и любят. Она и поет, и танцует, и все. Мы специально написали песню, сказали о том, что, Оксаночка, будут такие интересные отношения с профессором, что мы проявили. И профессора играл мой ученик с 9 лет. Ух ты, представляете? Заслуженный артист России Павел Гайдученко. То есть мы с ним заслуженные артисты, но я его воспитала с 9 лет. Он играл в нашем театре эту роль. Это редкое везение, когда актер может осмыслить роль не за столом вот так, не играй что-нибудь, а в процессе. Он осмыслит так, что я считаю, что вот эта пара – одна из лучших актерская. Ну, это я так оцениваю. Посмотрим, как оценят дети и их родители. Потому что я снимала не только для детей, но и для бабушек. В основном для бабушек. Потому что кто ходит с детьми? Ну, конечно, бабушки. А бабушки привыкли не к этим страшилкам, не к этим сверхзвукам, не к компьютерной графике. Они привыкли к советскому кино, который рассказывает, который вот так… Ну, в общем, вы понимаете, что такое советское кино, как стояли двое около… что выбирали фильмы. Говорят, слушай, давай операцию и возьмем. Ее ведь сто раз можно посмотреть. Сто раз. Вот, поэтому актеры, которые играют в этом фильме – это практически мои дети. Дети театра Бэмби, которому, как известно, более 30 лет. А как вы справляетесь? Вот у нас с Галиной четверо детей, мы хорошо знаем, как работать с детьми. А у вас целый театр. Вы знаете, ну, во-первых, у меня тоже двое детей, и угадайте, сколько внуков? Даже гадать не буду, много. Шесть. Шесть. Да, у каждого моего ребенка, Иван Дамарий, по три ребенка, поэтому они многодетные семьи. Вот, и что такое многодетная семья, я знаю не понаслышке. Особенно, когда коронавирус грянул всемирный, я пригласила немедленно их всех, собрала на даче. На даче у нас такой дом, который строила бабушка, мама, она все строила, пристроечки строила, и такой корабль получился на 12 соток. И я всех детей собрала к себе. Почему? Они могли гулять во дворе. И мировой чемпионат по футболу был перенесен на Вадарина. Ко мне и левому нападающему было уже два с половиной года. И можно было смотреть из окна и следить за детьми. Поэтому вот это вот моя придумка. Я, когда стала кинорежиссером, а у меня уже появился Ванечка, я думаю, как же мне соединить материнство с творчеством? Вот что делать-то? Мы посмотрели все-все картины с ним уже, и «Дети капитана Гранта» по четыре раза, и «Золушку» по пять раз, и все. Одесский фильм, и тогда было мало. Были милиции, милицейские там снимались. И вот я первый свой фильм снимаю, он со мной вместе в Крыму, «Живая радуга». Под Демержи есть такое время. Вот эта роза привезена из Крыма. Видишь, она бедная, доехала. Еще пахнет. Пахнет. Да. Вот эту розу я привезла, три розы. Одну я уже вручила на открытие фестиваля, сейчас вручу кому-то. Здесь в зале. С Ялтинской студии, которая оживает. Оживает все-таки. Оживает, да. Ну потихонечку, сейчас там такой развал, там еще ничего нет. Но мы уже предлагаем им сотрудничество к новому фильму. Даже раскрою вам секрет, какой новый фильм я буду снимать. Потому что при поддержке московского правительства, да, мы будем снимать док-драму «Иные. Диалог». Это о детях с особенностями развития. Вот дай бог, чтобы у тебя все же здоровенькие дети, да? Да, да. Но, к сожалению, даже в моей семье есть ребенок, который родился с асфиксией мозга. Понимаешь? И вот для нее я делаю очень такой, по-моему, прорывной проект будет в будущем. Лагерь, кинолагерь, куда я буду детей брать не только обычных, но и инклюзивных. То есть детей с особенностями развития. Пусть это будет немного. Пусть там по 5-6-7 человечков. Но мы их будем обнимать, мы их будем воспитывать вместе. Чтобы они не были бременем для государства, а чтобы из них кто-то получился. Понимаешь? Понимаю. Лагерь Сергеевна, как воспринимает увиденный на экране ребенок и взрослый человек? Абсолютно по-разному. Я тебе хочу сказать, что зависит очень от эмоциональности детей. В 4 года то, что они видят, они видят буквально. Вот буквально. Я смотрела фильм, по-моему, «Два клена». И там была первый раз и увидела ведьму. И говорят, что случилось. Я стала грызть ноготь от ужаса. Я его грызла-грызла. И когда бабушка увидела, что я уже вся в крови, вот так я посмотрела свой первый фильм. То есть абсолютно объединение себя и того, что происходит. Представляешь, как это опасно. Показываем детям то, что не надо показывать нежному возрасту. Ты сам, отец, ты это понимаешь. Второй пример. Ну, я... Вот у нас была девочка, которая играла «Красную шапочку». Ей было 5 лет. А я вообще беру с 4-5 лет. И однажды на дне пошутил взрослый артист, который играл «Волка». Он, значит, посадил ее на... Говорит, ну, какая ты пухленькая, какая ты короженькая, я тебе съем. Все. Девчонка Анечка близко к нему не подходила, когда он был в костюме «Волка». Но как только он переодевался в обычный костюм, она с ним шалила, она его дергала, она все... Но как только «Волк», она даже близко не подходила. Поэтому о чем это говорит? Что они буквально считывают эту информацию, понимаешь? То есть они буквалисты, они уже там, внутри. И у них нет этой разницы, которая бывает позже, когда они понимают, что это сыграли артисты, а не «Волк» сыграл зайцем. Вот, понимаешь? Поэтому столько бед мы сейчас кинематографам наносим юному сознанию, когда у нас исчез детский кинематограф, особенно для нежного возраста. А это становление. Это что такое хорошо, а что такое плохо. А тикток этого мещает, а стримы этого мещают и так далее. Очень опасный момент. Но все-таки будущее у нашего российского детского кинематографа есть? Если мы очень серьезно полевеем. Ты понял намек? Я понял. Я воспитана в советское время. Я поняла давно, что капитализм – это тупиковое развитие. Тупиковое развитие. Это не развитие даже вообще. Мне слишком хорошо объяснили, что такое прибавочная стоимость. И с Карлом Марцем я абсолютно согласна. Вот. И меня не спрашивали, хочу ли я жить при капитализме. И тебя не спрашивали. Просто вот он наступил вдруг. Причем какой варварский. Это не тот, который в Бельгии, это не тот, который в Дании, это не тот, который… Там вообще социализм. Но только социализм мягкий. Там нет супербогатых и супербедных. Нет вот этого различия. Поэтому, что касается меня, я уже давно состою в партии «Справедливая Россия». И с Сергеем Михайловичем Мироновым я сотрудничаю. Я доверенное лицо партии. Вот. И когда на моих глазах мне показывают, что вбрасывали ручки, которые… Извините, вы можете это вырезать на самом деле. Это как вы захотите. Но ручки, которые вы подписываете, а потом они исчезают. И бюллетени становятся снова чистыми. Вы понимаете? Это доказано. А Сергей Михайлович поймал людей, которые вбрасывали там бюллетень. Это о чем говорит? О чем? О нашем сознании, над которым ставится эксперимент. Глобальный эксперимент. Неважно, коронавирусный. Но нельзя. Нельзя. Мы живые люди. И пока… Пока мыслящие. Наталья Сергеевна, вот вы сказали про смыслы, которые закладывает режиссер в фильме. А бывают, допустим, еще такие смыслы, которые зритель сразу не считывает. Я объясню, в чем дело. Мы с Галиной записали разбор фильма вашего отца. Они сражались за Родину. И пришли к такому выводу, что помимо какой-то очевидной цели рассказать о подвиге советского солдата, там еще была цель показать святость советского солдата. И вот зрители наши как-то не поняли этого. Вы знаете, понятильность фильма может происходить всю жизнь, как в классической литературе. Вы прочли 18 лет «Войну и мир», и вы перечитали «Войну и мир» в 45 лет или в 70 лет. Это разный «Война и мир» будет. Разный. Потому что идет рост человека и идет его понятийность. Я, например, «Солярис» видела. Когда Тарковский снял, я посетила 50 стран мира. 50 стран мира с «Солярисом». Естественно, я знаю картину наизусть. Но когда я посмотрела в Англии картину «Фестиваль Тарковского» был, и вот я села, и меня охватил первый кадр вот с этими водорослями, с классической музыкой, я думала, а ведь я фильм-то еще и не разглядела. Понимаешь? И когда Елковский, он тогда еще жив был, говорит, ну как, Наташа, как здесь принимают фильм? Я говорю, великолепно. А вообще как, не устарело? Я говорю, кроме телефонной трубки ничего не устарело. Это фильм вечный, понимаешь? Вечный. Так же, как вся наша классическая литература, золотого века литературы, у нас только один золотой с вами век литературы. Это 19-й. Поэтому я снимала фильм о Пушкине, да? Даже два фильма «Одна любовь души моей» и «Пушкин. Последняя дуэль» с «Безруковым». У нас только один век был золотым. Дальше был какой век? Серебряный. Серебряный. А сейчас какой? Лишь бы мы в каменный не ушли. В каменный, да. Да, вот эти вот иероглифы. А в каменный, знаешь, когда мы можем найти? Если будет, как Эльстейн, по-моему, сказал, да, он говорит, ну, если будет, так, Третья мировая война, то тогда, ну, тогда будем с топора начинать, да? То есть мы окажемся в доисторической эпохе и будем клинописью заниматься. А может, даже и этого не будет. Короче говоря, я считаю так же, как Булгаков читал, что рукописи не сгорают. Что цивилизацию, нашу цивилизацию, любую цивилизацию, можно нажатием кнопки красные уничтожить за несколько минут. А вот культуру уничтожить нельзя. Она принадлежит иному измерению. Она и создается писателями в контакте с иным измерением. Она сначала там создается мыслью, ментальностью, а потом с таким трудом суда проявляется. Или в письме, или там в живописи, неважно, в искусстве. Поэтому искусство, которое человечество вот за эти века создало, оно не сгораемое наше, так сказать, не сгораемое... Не сгораемая часть нас самих, бессмертная. Вот это и есть бессмертность. Вот если мы успеваем за жизнь сделать что-то для вот этого, то и хорошо. Вот в вашем фильме прозвучала музыка Вивальди. Не просто музыка Вивальди, а времена года. Поскольку там меняются времена года, естественно, я сразу обратилась к Вивальди. Хотя там будет 5-6 композиторов. Вот смотрите. В фильме вашего отца они сражались за родину. В сцене, когда солдаты поднимаются на боевые позиции, проходят мимо мельницы, звучит мелодия романса Ивушка из фильма Андрея Кончаловского «Варианское гнездо». Вообще режиссер, когда допускает, в каких случаях допускает, чтобы в его фильме звучала музыка из фильма другого режиссера? Ну, я постоянно это делаю. Потому что, вы знаете, слава богу, у меня сын композитор. Причем композитор с 4-х лет. Я говорю об Иване Бурляеве. А в 11 лет он уже имел авторское свидетельство за два спектакля, которые он написал. Он встречался в 5 лет со Свиридовым. Композитор гениальный Свиридов на даче у него. И сыграл свое произведение. Произведение было «Парус» на стихе Лермонтова. И Свиридов сказал, «Ты вот этим местом, Ванька, не возьмешь, поскольку ты русский человек, ты не будешь усидчиво сидеть, вот это вот, это не твое. Но ты мелодист, бери вот эти». И он предсказал мальчику его будущее. Ванька действительно стал мелодистом. То есть, мелодию он чувствует. У него уже около 40 фильмов. В том числе последний – это «Пальма», да, о собаке «Пальма», который завоевывает сейчас первые все призы. «Конек, горбунок», до этого, значит, «Т-34», я не буду все артисты... – «Притяжение», по-моему, да? – «Притяжение», да. Значит, первая часть. Нет, вторая, вторая, «Притяжение». Ну, второй фильм моего брата фантастический. Он набрал уже команду юных композиторов. И они пытаются их привести к тому, что должно киноискусство, музыкальное, оставаться искусством. Поэтому он столько сейчас работает над этим. Вы даже не представляете, он стал общественным деятелем. Он просто стал общественным деятелем, кроме того, что он пишет музыку. Он продвигает молодых талантливых композиторов. Им была сейчас возможность по условию конкурса общесоюзного выделить лучших композиторов. Они вместе с Машей Бурляевой это делали. Выявляли юных композиторов. И лучших записывали на Мосфильме. Оркестр писал. Вы представляете? Там люди плакали от счастья, что их музыку играл оркестр на Мосфильме. Так что вот такая вот деятельность сейчас наша. И поэтому я использую его музыку, даже я ее хорошо знаю, неоднократно. Неоднократно. Вот мне нужно мелодию. Я помню, а где же это у него мелодия? А Ванька, подписывая договора, он делает очень интересно. Первое – это коммерческое. Да, вот все, отыграли все. Но он подписывает, что я имею право использовать музыку дальше. В документальном фильме, который вам в жизни никто оркестр не даст. В детском кинематографе тоже самое. Поэтому я беру Ванькину музыку и приспосабливаю ее к той или другой сцене. В этом фильме новом она звучит. Вот вы говорили про творчество, про, может быть, божественную составляющую творчества, в данном случае, режиссера. Сергей Федорович Бондарчук, снимая сцену моления перед Бородинским сражением, он же ее снял совершенно не так, как написано у Толстого. Он сделал эту сцену масштабной, такой же масштабной, как само Бородино. А вот как через цензуру-то это прошло? Там не глупые люди сидели. Там не глупые люди сидели, но ему это было позволено. Вообще, даже за появление креста на церкви этот эпизод выморозился. Настолько был атеизм, или, как я его называю, атовизм был в советское время. Вот это было минус колоссальный, потому что народ продолжал верить. Я всегда справляла Пасху, например. Всегда. Но дело же не в том, чтобы есть красные яички, а дело в том, чтобы вот внутри соответствовать. Вот это же другое дело. Поэтому он довольно хитро поступил. Когда его отпевали, то вспомнили. Он находил какую-то церковь. Говорит, о, церковь хорошая. Мы здесь будем снимать. Мы вот, только вот надо ее привести в порядок. Ее проводили в порядок. Он говорит, да, хорошая церковь, все. А вон та церковь еще лучше. А давайте мы ее приведем. И так семь церквей он во время съемок «Войны и меры» привел полный порядок, хотя бы внешний. Понимаешь? Вот это ему все вспомнили на отпевании. Он хитрый был. Он знал цену этим людям. И вот это масштабное. Он всегда был внутриверующим человеком. Он знал, что он родился в день святого Сергия Радонежского. Поэтому он Сергий, Сергей. Он памятовал это. Он вообще хотел... Его предложили, по-моему... Да, во Франции дело было. А мы же ездили всегда со стукачами. В советское время всегда человек, который нас как-то сопровождал. И он при нем говорит, а мне предложили здесь в келье остаться. А останусь, как я здесь, у цветового Франциска в келье. Тот подбежал к нему. Сергей Федорович, я вас умоляю, не оставайтесь в келье. У меня семья. У меня это... Я не могу вас здесь оставить в келье. Так что папа любил подшутить над этими людьми. Наталья Сергеевна, будущее российского кинематографа, предскажите, к чему мы идем? Вопрос очень серьезный. К сожалению, мы все уходим в интернет. Это к сожалению. Потому что вот это совместный просмотр, соборность наша, потому что она присутствует в нашем менталитете. Мы вот соборно что-то должны слышать. Я когда прихожу в консерваторию, а я часто посещала из Аванника, уже консерваторит, и центральную музыкальную школу заканчивала. И я думаю, господи, пока существуют люди, которые собираются на классическую музыку и слушают вместе, когда собираются служить органную музыку вместе, когда... То мир еще будет существовать. Понимаете? Самое главное, чтобы мы не подошли к моменту планеты обезьян. Это замечательный фильм, кстати, американский. Планета обезьян. Дело в том, что страшен не сам интернет, а страшно, как мы им пользуемся. Особенно наши дети. Свято место пусто не бывает. Вот здесь сейчас присутствует режиссер один из Красноярска. И он, кстати, сидит в зале и смотрит первый раз мою картину. Он пригласил меня сниматься. И я тоже согласилась в Красноярск ехать в Сибирь. Почему? Меня поразил сценарий. Это о современных стримах молодежных. Это когда ведущий, и в данном случае ведущая такая, Екатерина Великая, собрала команду детей, которые в экстремальном состоянии начинают на глазах в онлайн-режиме как бы убивать детей. то есть сбрасывают их куда-то убивать, крушить. А там девочка, которая мною выращена, пианистка, которая в этих стримах ничего не понимает, ни разу не участвовала, а ее специально, как овцу, туда втягивают, и она не знает, что происходит. И она берет кусок арматуры и, защищая парня, в общем, саживает ему кусок арматуры. Когда выходит, и полуседая, ее все поздравляют, с чем непонятно. Эти дети все живы. То есть она-то не знала, что эти дети живы. Понимаете, как ее подставили? То есть мы, родители, не знаем, что в данном случае смотрит ребенок, в чем он принимает участие. А в стримы оплачиваем мы хорошо. Донаты, донаты. А ну-ка вдарь ему, а ну-ка вот обмажь его и платят деньги за это. Понимаете? Вот это охватило весь мир. И в данном случае и нас тоже. Россию. Потому что святое место пусто не бывает. Как только мы, исчез детский кинематограф, как только мы не можем себе позволить его, то место занимается темными силами, будем так говорить. Поэтому это очень опасно. Поэтому надо сделать все возможное, вернуть детский кинематограф на положенное место и выделять средства на это. А средства нужны большие. Потому что на один, только на одну серию фильма Хоббит одна серия стоит столько, сколько вся наша поддержка кинематографии за год. Вы поняли? Ну, кино это всегда про деньги. Да. И а как мы можем вот сейчас с моей красной шапочкой, которой нет ни одного компьютерного кадра, ни одного. Как мы можем конкурировать с летающим человеком на метле? Как мы можем конкурировать с великолепной картиной американской «Золушка» с величайшими костюмами, с потрясающим компьютерной графикой? Все. Низкий поклон американскому кино. как папа посмотрел апокалипсис Коппола, они дружили. Он приехал и говорит, Наташка, мы отстали от них навсегда. Сказал мой отец. В ужасе сказал. Потому что он понял, что пришли в мир такие технологии, которых, ну, использовали которые там две минуты, а это весь бюджет какой-нибудь там выделенный Министерством культуры детской картины и еще 30% ты должен найти сам. А кто это даст тебе эти 30%? Потому что фильм-то все равно не выйдет на большой экран. Он не окупится. Он не окупится. Никогда. Не окупится. Наталья Сергеевна, я когда готовился к интервью, пришел к выводу, что с вами можно говорить бесконечно и вопрос задавать бесконечно. Скажите, ну, обнадежьте, пожалуйста, вы когда-нибудь для нашей студии найдете время пообщаться и дать очередное интервью? Обязательно. Я уверена, что я приеду на следующий фестиваль сюда. А мы даже можем в Москву приехать к вам? А вот, в Москву, пожалуйста, но в Москве я меньше всего сейчас бываю, если честно, потому что у меня очень много дел в Крыму, вот на Ялтинском филиале я хочу им помочь, чуть-чуть приподнять голову, потому что туда приезжают чуть-чуть не каждый день, дайте кусочек земли, дайте мы вот это будем, дайте мы вот это, да? А они держат оборону, там, две женщины и два мужчины, подметают, там, выбирают, ну, это, на слов нет. Вот, я хочу им помочь, и там у меня есть еще один проект, еще один проект, я буду снимать фильм, вот, как я уже сказала, о детях с особенностями развития, а вчера я была у вас в глубинке, город, 40 километров отсюда находится, Чапаевск, Новокуйбышевск, еще, Сызрани, Тольятти, нет, нет, небольшой, маленький, о господи, ну ладно, ну ладно, не важно, я была, и там мне сказали, а есть такие детский театр там на местах с детьми с особенностями развития. Я хочу, чтобы это явление вот людей, которые протянули руки детям с особенностями развития, особенно тем, которые рисуют несмотря ни на что, делают спектакли несмотря ни на что, пишут сценарии, снимают фильмы, чтобы о них знали, что это можно, что если до трех лет, к сожалению, до двух с половиной, аутиста, ребенка аутиста, с ним заниматься в пять лет, никто не поставит ему этот диагноз, только нужно специалисту заниматься, а ему даже этому родителю скажут, а он не говорит, мальчики поздно говорят, там всякую ерунду, а ты лучше почитай родитель, что вот есть 10 признаков аутизма, и вот мы поэтому и будем делать фильм докодрама, что такое докодрама, это документальные кадры, отмеченные, сколько у нас аутистов, сколько в мире, а их на 15% каждый год становится больше, сколько, как эта проблема решается в других странах, инклюзия, например, образование инклюзивное, и как она не решается у нас, у нас даже подсчеты этим детям не существует до сих пор, вот, поэтому работы очень много, нужно делать сообща, ой, Наталья Сергеевна, огромное вам спасибо, сил вам, терпения на вашем нелегком творческом пути, спасибо, что нашли время дать интервью, спасибо вам, спасибо вам, до сих пор,